Вот она, первая точка нашего приваля на северном склоне Эльбруса. Вот такая вот ровненькая площадочка, окруженная горами со всех сторон. Это называется немецкий аэродром. Бездные говорят, что в годы Второй Вировой войны здесь высаживались эсэсовцы вместе с тибетскими ламами. В принципе, как мы видим, площадка располагает для посадки небольших самолетов. Также мы можем увидеть вдалеке две посадочные мачты, которые предназначаются для ориентирования самолетов на взлет и посадку. Такие же две посадочные мачты мы можем увидеть на плате эрахисырт. Чуть дальше. Вот сейчас мы можем несколько минут погулять по этому замечательному, уникальному, природному месту. Площадка, к слову сказать, естественного происхождения. Дальше вот за тем небольшим перевалом местные строят какие-то каменные лабиринты, проводят там свои обряды, ритуалы. Но в прошлых годах я там был, по сути, ничего интересного там нет. Только зря флаг потерял и под дождем промок. Поэтому туда, в этот раз я даже не буду заходить. Мы ее увидим с вершины вот того перевала. Вот он, немецкий аэродром. А там вдалеке посадочные мачты. Вот, погодка портится, поэтому лучше ускорить шаг, чтобы успеть до грибов. Походу на лунной долине уже или дождь, или довольно сильный туман. Конец связи. Вот они еще раз. Не знаю, было видно или нет на первой записи. Две посадочные мачты. Вот их прям тут при зуме хорошо видно. Вот, вот туда мы сейчас пойдем. Это первый подъем на грибы. Вот он, аэродром. И еще кое-что интересное. Вот у нас дозиметр. Дозиметр. Сейчас мы можем померить радиационный фон в этом чудесном историческом месте. Как мы видим, фон в норме. Невысокий. Ну вот еще раз аэродром. Мы его еще видим со склона тоже полностью. Там вот за этим хребтом небольшая речушка дечет. Так что вот она достопримечательность. Там он эльбрус прямо, но его не очень видно за облаками. Так что, ну вот, как-то так. Как-то так. Конец связи. Вот он, немецкий аэродром во всей своей красе. Вот. На середине вот этого подъема, который я показывал. И вот он. Немецкий аэродром. Полностью. Там вот речка. Постараюсь увеличить. А вот там вот каменные лабиринты где-то. Где-то здесь. Возле речки, возможно, вот здесь. Если достанет звук. Так что вот она. Весь масштаб. Конец записи. Еще дополнение к записи. Вот на долине лам. Вот это уже четко виден каменный лабиринт. Прям вообще такой. Отличный каменный лабиринт. Тут тоже их активно выкладывают. Это прямо что-то даже похожее на алтарь. Рукотворное. Причем, судя по всему, это чудо довольно тут давно. Так что, так что, так что. Ну, тут мы ничего мерить не будем. Пока никакой фон не радиационный, не электромагнитное излучение. Все-таки я предпочел бы дойти до грибов. И все эти замеры провести там. Вот он, третий, третий тоже лабиринт. Сейчас мы его тоже снимем. И будем подниматься. Подниматься. Конец записи. Ну, вот мы и пришли. Формально грибы на вытянутую руку. В минутах десяти ходьбы, может даже меньше моим шагом, в пяти минутах добрались. Добрался я почти без приключений. Дорога на 90% после прошлого года не изменилась. Ничего опасного. Там единственная мокрая сыпучка. Надо постараться, чтобы улезть. Так никаких особенностей дороги нет. Вот, смотрим. Уже грибы мы видим. Вот тут. Красивые цветочки. Сейчас я постараюсь их определить. По-моему, это Кавказская орхидея. А возможно, это тоже одна из разновидностей горячанки. Может, это есть и та же тоже горячанка. Она же Энся. Надо уточнить помнить, что это длинненький голубой цветочек. Про который я рассказывал им Лема 4-й горнострелковой немецкой дивизии. Ну, их дальше будет еще много. Вот он, горец мясолистный. Очень похож на этрышник. В прошлом году у меня были споры по поводу этого растения, что это этрышник или горец. Но все-таки ошибся. Это не этрышник, это горец мясолистный. Вот он какой красненький. Ну, а мы поднимаемся на грибы. Вот виден Эльбрус даже. Проглядывает сквозь тучки. Так что, возможно, повезет. Дождя не будет. Может быть, мы-то можем несколько подольше побыть. Вот он, Эльбрус. Ну, поднимаемся на грибы. Поднимаемся мы. Ну, что можно сказать о грибах? Это такое чудо света эльбрусское. Скажем так, это не уникальное чудо света. Потому что грибы есть, как и на Горном Алтае, на Памире. Даже мне встречались фотографии грибов в Крыму. Но сегодня мы поговорим об эльбрусских грибах. Некоторые говорят, что это аномальная зона. Боятся тут спать. Говорят, что люди тут могут не проснуться. Говорят, что это даже портал в иные измерения. Ну, это мой четвертый поход на эти грибы. Ничего такого особого я тут не заметил. Единственное, что вот есть писатель-краевед котлеров, чьи книги я активно читал перед тем, как поехать на грибы. Он утверждает, что тут останавливаются часы. В прошлый раз, да, я заметил такой феномен. У меня стрелка часов отклонилась на некоторое время. А потом, что самое интересное, она вернулась. Можно подумать, что тут, получается, есть некоторые электромагнитные излучения, которые также будем искать. Ну, вот, перед опытами хочу показать. Вот, ровно 10 часов на моих противомагнитных тактических часах армейских. Также я с собой взял обычные дешевые за 200 рублей с доставкой кварцевые часы с Алиэкспресс. Очень-таки красивые карманные часы, как в старину с валькнутым. Что мы видим? Тоже почти с некоторым отклонением 10 часов. Эти часы обычные. Никакого, как я уже сказал, не стоят 200, может, 200 с лишним рублей с доставкой. Ни о какой защите от магнитных полей речи быть не может. Вот их кладу в карманчик. И мы сейчас будем ходить с ними по всем грибам. Брать замеры. Также в планах проверить опыты по СВ-феномену. Но это уже без камеры, потому что энергию надо экономить. Много всего задумано. Но надо уложиться хотя бы минут в 30. Еще и перекусить здесь. Как мы видим, очень красивые места. Вот они, грибы у нас. Почти поднялись. Даже почему почти. На поляне грибов. Ко всем грибам подходим. Даже мы на них и залезем. Есть возможность. Вот она, поляна грибов. Обойдем. Вот цветочки. Эльбрус. С Эльбруса наползает туча. Но мы не сахарные. Еще грибы. Геологи, кстати, у них даже ничего в них мистического нет. Это результат на розе. Песчаник выветривался. Так и получились грибы. Но. Раз уж мы тут. Отстегнем рюкзак. И давайте проведем замеры. Начнем с радиации. Отстегнем рюкзак. 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 вот поймал видно 040 038 в прошлом году радиационный фон был выше а вот уже 43 песчанинка сколько вот примерно вот такое нас тут радиационный фон это не смертельный он просто повышенный но он есть есть такое дело как говорится главное грибы не грызть где-то в норме вот ровчина повышенное содержание металла грибов а вот это хороший такой грибочек прямо ну давайте все сниму дозиметром вот она выдает 38 на 38 микрозивертов какой мог хороший потом мы возьмем образец тут что то есть 36 интересно тут тихоходки живут или не живут вот грибы да уже лунная долина если позволит погода мы сегодня туда сбегаем если нет то нет вот они кустики эти очень красиво тут конечно места замечательные так ну в общем вот так вот она поляна грибов уже отснял ее как мог вот кстати грибы если обратить внимание то вот ряд грибов идет строго по одной линии вот опа опа чуть 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 линия сейчас мы немножко отойдем опять чтобы убедиться тут тоже что-то было скорее всего много сотен лет назад может даже тысяч и вот гриб и еще мы отходим и дальше еще что-то тоже грибообразно то есть тут какой-то даже проходит у нас меридианчик вот мы между этими грибочками сейчас устроим привал оставим пока дозиметр тут трещать на 0,39 микрозивертах он трещит чехол от камеры поставим камеру и так это и так и и и достаем еще один хитрый прибор прибор для измерения электромагнитных полей свечить не очень видно на будем пытаться будем пытаться зайдем в тенек до переключим на другую шкалу и что мы видим а видим мы следующее сейчас уберу пленку на тут не нужно в принципе мы видим что по одной из осей электромагнитное излучение есть причем ощутимое конечно все в норме а вот даже он пропищал ему не понравилось он где-то заметил на выставлении малых электромагнитных частот превышение по своему ранжированию опять же мы выставляем и видим что тут довольно сильное электромагнитное излучение хотя никаких естественно трансформаторов проводов подстанций атомных электростанций и так далее здесь нет значит мифы об аномальной зоне долины грибов не совсем мифы но на этом пока всё чуть-чуть еще поснимаю и конец связи на долине грибов вот она долина там эльбрус вот так как-то вот вот она это знаменитое аномальное место но порталов тут туманных всплесков я не вижу чтобы попасть во времени в пространстве куда-то то есть то есть небольшая фотосессия и дальше будем а еще тест на экстрасенсорику и продолжаем путешествие бывает сейчас я стою на грибе вот этот мириадян грибов линия грибная это очень хорошо видно сверху гриба вот она прослеживается вот он гриб и дальше она вот и делает и дальше также вторая линия грибов вот так на лунной долине туман к слову сказать компас и часы ведут себя нормально ничего не замечено на данный момент конец записи снова грибы другой конец поляна в прошлый раз кстати я туда по-моему не доходил сейчас было очень красиво тут проходило прямо по поляне облака как проходило так и прошло вот она мы выше облаков долина грибов вот облака идут прямо на нас что можно сказать красота вот там вдалеке по моему если я не ошибаюсь немецкий аэродром как раз таки и облака идут на лунную долину и на вершину эльбруса кстати что самое интересное дождя быть не должно сейчас еще раз обойду вот оно облако прямо вот сейчас я вхожу в облако нахожусь сквозь него вот оно сурха прямо на меня идет вот оно проходит сквозь объектив видеокамера мы на уровне облаков вот как то так вот она поляна грибов с другого ракурса довольно таки прохладно но опять же надеюсь что дождевик нам не понадобится сегодня так как я уже говорил компас и часы себя ведут прилично никаких погрешностей никаких отклонений в этот раз ничего нет есть довольно сильные электромагнитные поля и повышенный уровень радиации вот что есть на данный момент на этой поляне грибов пройду еще вдоль грибного меридиана горячанка нельзя не пройти мимо красивых таких альпийских цветов вон еще отсюда кустики горячанки вот горячанка и вот так сказать такой грибной гриб и дальше еще один гриб дальше мы идти смысла нету сворачивайся временный лагерь с этого ракурса грибы вот она знаменитая долина поляна грибов как то вот так конец записи вот 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 вот